Сегодня у нас будет мастер-класс о том, как подготовить наиболее эффективную презентацию. Мы затронем несколько тем о том, как структурировать мысли, как донести ту логическую цепочку, которую вы хотели бы донести до аудитории. И, конечно, поговорим о том, как оформить слайды, какие, может быть, ошибки допускаются чаще всего, и какие есть советы по оформлению, скажем так, наиболее устоявшиеся. Почему важно об этом говорить? Как часто, независимо от того, насколько бы мы много занимались подготовкой к презентации, это всегда уникальный творческий продукт, и можно абсолютно до бесконечности шлифовать свое мастерство в этой теме. И я очень надеюсь, что по итогам, в том числе этого разговора, будут какие-то новые мысли, соображения, идеи у каждого из тех, кто нас сегодня будет слушать. Я надеюсь, что будет очень интересно. Спасибо, что собрались, потому что, несмотря на то, что есть возможность подключиться, когда есть аудитория, с которой можно пообщаться вживую, это всегда, конечно, придает какой-то энергии, это гораздо интереснее рассказывать. Также у нас, я так полагаю, на связи еще большая аудитория, поэтому я надеюсь, что им хорошо нас видно, слышно, и в конце будет возможность даже пообщаться, так интерактивно задать вопросы-ответы. О чем у нас сегодняшняя презентация, выступление, мастер-класс? Ну, собственно, так и называется фиктивная презентация. Я постарался собрать здесь какую-то выжимку из каких-то... личный опыт, может быть, если хотите сейчас это модно называть, какие-то лайфхаки, советы, рекомендации, в том числе, кстати говоря, и банальности определенные, которые наверняка вы, видя какой-то очередной тезис на слайде, можете про себя подумать, что ничего нового в этом нет. Да вообще, на самом деле, если говорить про тему презентации публичных выступлений, если уж так откровенно, за последние лет десять ничего нового в этой теме нет. Ничего принципиально не поменялось. Но интересные презентации от неинтересных тем не менее отличаются очень значительно и очень часто вы пытаетесь наверняка для себя понять, вот, собственно, в чем вот эта вот самая разница, вот в чем секрет успеха. Но, опять же, секрета нет, это, как правило, такая тщательная подготовка. Формирование ожиданий. Очень часто, кстати говоря, перед тем, как приступить к выступлению, начать рассказывать про ту или иную тему, очень важно сформировать у аудитории правильное ожидание происходящего. И, на самом деле, впечатление, которое остается после любой презентации, выступления, это всегда такая условная формула. Факт минус ожидания. Если факт выше ожиданий, все замечательно, вы молодец. Если вы создали завышенные ожидания, потом их не оправдали, ну, будут такие бурчания, типа могло бы быть и лучше. Поэтому очень важно всегда, чтобы ожидания были, ну, скажем так, адекватные. Их, конечно, не надо нарочно занижать, но создавать адекватные ожидания очень важно. Поэтому о чем мы сегодня говорим? Это не тренинг и не семинар. А в чем принципиальная разница? Когда вы попадаете на какую-то программу, посвященную подготовке презентации либо публичным выступлением, которую ведет профессиональный бизнес-тренер, у которого годами наработанный материал, ну, во-первых, это гораздо больше по времени, там гораздо больше деталей, гораздо больше, может быть, каких-то примеров. Конечно, мы в рамках вот этого часа, который у нас есть на самом выступлении, это охватить не успеем. Поэтому это такая выжимка, в которую, наверное, не может попасть абсолютно все, о чем хотелось бы поговорить. Ну, мы постараемся, может быть, компенсировать это какими-то вопросами-ответами. Второе. Мастер-класс – это способ поделиться своим опытом. И вот тут очень важный момент. Вещи, которые, ну, скажем так, мне близки, в которые я верю, абсолютно не означают, что это понравится вам, вы в это верите, будете пользоваться именно этим. И наоборот, может быть, у каждого из вас есть какие-то свои находки, которыми вы пользуетесь, вы чувствуете, что они работают, но которых вы не увидите и которые не будут затронуты сегодня здесь. Это нормально. Именно потому, что это фактически такой обмен опытом. Нет универсальных советов. Никто и никогда не даст вам некий алгоритм, пройдясь по которому вы сможете сделать хороший материал. Потому что хорошая презентация – это всегда уникальный продукт творчества. И вот именно в этой самой уникальности и есть вот та самая фишка, есть вот самый секретный соус, как сделать хорошую презентацию, интересную, ну, в отличие от какой-то типовой или стандартной. В этом плане один из таких, наверное, общепринятых советов – не пользуйтесь шаблонами PowerPoint. Ничего хорошего в них нет. Хотя в корпоративном мире, конечно же, мы все равно работаем в рамках определенных стандартов, в рамках определенных шаблонов. Но надо дать должное, вот текущие наши шаблоны, они очень такие простые, лаконичные. Они очень чистые, там нет ничего лишнего. И буквально там вот один значок нашей группы ВИОН и, собственно, все. Все остальное вы можете на слайде менять. Вот такие шаблоны, наверное, можно приветствовать. Гораздо хуже шаблоны, которые, знаете, там в правом углу что-то есть, в левом что-то есть, снизу, там еще только посередине осталось еще что-нибудь шаблонное поставить, и тогда вообще непонятно, как делать презентацию. Поэтому старайтесь все-таки шаблонов избегать, а делать такой материал, который следует вашей цели. Ну и, как я уже сказал, на английском это называется дисклеймер, в простонародье отмазка. Автор не претендует на полноту раскрытия темы, и вы совершенно смело можете не соглашаться, потому что нету какого-то единоправильного алгоритма либо подхода, как делать хорошие презентации. Начну с банальностей. Вопросы при подготовке. Казалось бы, все абсолютно очевидно, нужно для себя сформулировать, в чем цель презентации, но, к сожалению, на практике очень часто мы этот этап как-то так пролетаем. Есть такая байка про одного очень успешного бизнесмена, у которого, когда спросили, в чем ваш секрет успеха, вот что такого вы делаете, что помогает вам добиваться хороших результатов, и он так подумав, сказал, я всегда задаю один и тот же вопрос своим коллегам, с кем я работаю. Они приходят ко мне с каким-то предложением, а я им в ответ, а чтобы что? Они приходят и говорят, давайте, например, столами торговать. Я им, а чтобы что? Ну как чтобы что? Денег заработаем. А чтобы что? Ну как что? Ну прибыль, развитие. А чтобы что? Понятно, что это можно продолжать до бесконечности, и, наверное, где-то надо все-таки ставить точку, и в какой-то момент все-таки выкристаллизовывается то, ради чего мы это делаем, но вспомните, как часто было, когда, допустим, ваш коллега, руководитель обращается к вам примерно вот с таким вопросом. «Слушай, надо презентацию сделать, покажи там вот это, вот это, вот это, вот это». Ну согласитесь, наверное, это не цель. Если вы это принимаете, именно так начинаете с этим работать, ну вы возьмете каких-то графиков, таблиц, покажете. Только потом не надо удивляться, когда вы приходите, вам говорят, вообще не то. Ну подожди, ну как не то? Ведь просил уже показать, я же показываю. То есть начинается какой-то такой диалог, начинается вторая, третья, пятая итерация, которую, наверное, можно было бы сократить, если с самого начала суметь буквально в паре предложений сформулировать главную мысль, которую нужно донести. Еще более важно, какое действие вы ожидаете от аудитории после презентации. Здесь нет, опять же, ну какого-то классификатора. Если так укрупненно обобщить, опять же, не претендуя на полноту, наверное, есть таких три наиболее распространенных формата. Первый – это информационная презентация, когда вы просто фактически в формате презентации распространяете какой-то информационный материал. Обычно это как-то отправляется по электронной почте, даже не требует доклада. Принять решение – гораздо более сложная тема. И вот тут тогда вы должны четко понимать, продвигаете ли вы аудиторию к принятию решения, либо нет своей структурой, логикой, и то, как вы презентуете материал. И побудить дальнейшим действием. Вот это, наверное, самое тяжелое, но самое крутое, когда, послушав вас, аудитория пошла сама что-то делать. Не потому, что вы поручили, не потому, что вы как-то с ними договорились, протокол составили, а вот вам настолько удалось их вовлечь в какую-то тему, что они пошли после этого что-то делать. И для этого, конечно, нужно не только подготовить хороший материал, это абсолютно точно микс и самого выступления, и мастерства оратора, энергетики, ну и, конечно, хорошего, понятного материала в том числе. Каждый раз, когда вы формулируете мысль, и визуализируете ее, смотрите на получившийся слайд, задайте себе вопрос. Вот если вы сформулировали себе цель, кратко в паре предложений, вот этот слайд, он вас продвигает к достижению цели или нет? Если не то, не сё, если вы не можете уверенно ответить «да», к чертям собачьим такой слайд. Он не нужен, потому что он фактически не работает на вашу цель, это не более чем трата времени и вашего, и вы будете еще наверняка пытаться с ним что-то сделать, может быть, его перерисовать как-то по-другому, надеясь хоть как-то из него что-то вытащить. В общем, это только потеря времени во время подготовки, во время выступления. Поэтому такие слайды нам не нужны. Дальше. Вопросы при подготовке обязательно должны звучать и про то, кто твоя аудитория. Наверное, здесь можно нагенерировать вопросов, не знаю, 10, 15, 20. Я остановился на трех, поняв, что все равно это будет так очень общее. И, в принципе, я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Что я все-таки решил выделить? Первое. Неочевидный, наверное, вопрос. Является ли вашей целевой аудиторией весь зал или только его часть? Это особенно касается, например, когда мы хотим принять какое-то решение, как правило, в аудитории есть decision-мейкеры, а есть, ну, кто-то еще. Если вы будете пытаться ориентироваться на всех, наверное, это получится не самый эффективный формат. Если вы четко понимаете, что, допустим, вот из 10 человек в аудитории, ваша целевая аудитория, это вот эти три, вы будете гораздо более сфокусированы, будете гораздо более точны в том, как вы формулируете свои мысли. Еще один важный вопрос. Насколько аудитория владеет деталями? Почему он важный? Наверняка вы тоже не раз видели такую ситуацию, когда спикер рассказывает абсолютно понятные вещи, которые вы уже поняли полчаса назад, он продолжает их разжевывать. То есть, допустим, приходить в аудиторию инженеров и начинать рассказывать, не знаю, там, что такое закон ОМА, наверное, там, ну, простите, уже такой простой совсем пример, но как-то звучит даже странно. С другой стороны, наоборот, представьте, что ваша аудитория – это какие-то люди, не специалисты в той теме, с которой вы к ним пришли. А вы им пришли и начали рассказывать про какие-нибудь, там, не знаю, стандарты, технические детали, чертежи, схемы, что-то еще такое. Но они вас просто не понимают. Вы четко должны себе представлять, а это очень частые ситуации, когда уровень владения темой у спикера и аудитории не совпадают. Поэтому вы должны для себя понимать, вот в чем этот разрыв, и все-таки подстраиваться под то, насколько аудитория владеет этими деталями. Следующий вопрос – а вообще готова ли аудитория в детали погружаться? Опять же, наверняка вы не раз ловили такой момент, когда вы подготовили материал, вы начинаете его рассказывать, вам очень хочется пройтись вот именно по той логике, как вы себе это подготовили, а вас перебивают, говорят, давай быстрее, там, не знаю, этот слайд, все понятно, там, давай дальше. А как правило, это спики разбивает вообще кардинально. То есть продолжать после этого нормально выступать, ну, невозможно, потому что всю вашу логику, структуру порушили. Аудитория, особенно, ну, когда собираются такие уважаемые люди, знаете, там, decision-maker, у которых всегда мало времени, они имеют право так делать, что такого-то, они начинают у вас там, давай, 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 у тебя там три минуты, вы хотите сказать, подождите, подождите, ну, в общем, понятно, что происходит. Поэтому насколько аудитория готова слушать ваши детали, это тоже один из важных вопросов, особенно когда мы говорим о бизнес-презентациях. У нас разбег очень большой. Мы то показываем какие-то там сумасшедшие таблицы мелким шрифтом, там, типа нашего PNL, и по нему, по такому слайду надо уметь пройтись, то вообще все к чертям, две цифры на экране и точка. Для какой-то аудитории хорошо одно, для какой-то другое надо выбирать, исходя из того, с присутствующей аудиторией, кто ваша целевая аудитория, вот именно та часть, на которую вы хотите воздействовать. Следующая часть вопросов касаемо формата выступления. Тоже мы частенько игнорируем этот момент и делаем одинаковые презентации всегда. Неважно, то ли мы их отправим по почте, то ли мы их будем презентовать очно, то ли как-то еще. А на самом деле, как вы понимаете, разница очень большая, когда презентация без спикера, она должна быть самостоятельной и достаточной. Это означает, что никто не домыслит, никто не договорит. И может быть, в такой презентации надо быть действительно где-то чуть более точным, где-то формулировать мысли чуть более явно. Потому что, когда вы выступаете, у вас всегда есть возможность устно дополнить все то, что вы считаете необходимо. А может быть, иногда даже умышленно что-то не показывать на слайде, потому что вы придумали себе, что это надо сказать устно. Но понятно, что такой формат не работает, когда вы просто направляете по электронной почте. Поэтому, не, конечно, бывает еще интереснее, когда надо и так, и так спрашивается, а как тогда совместить? Для этого, наверное, может помочь какое-то приложение. Мы прекрасно знаете, очень часто делаем так называемый backup, мы это называем, когда после основных слайдов есть какие-то дополнительные приложения. Ну, вот это может быть выходом, когда вы делаете какую-то презентацию для выступления, но чтобы она была полна с точки зрения информации, можно сделать еще какой-то backup. Печататься. Тут немножко другая история. Если здесь мы говорим фактически там про контент, а с точки зрения оформления хотел бы обратить внимание, конечно, тоже очень важно, тестируйте всегда, насколько ваша презентация удобна для аудитории. На экране компьютера, который перед тобой, конечно, более мелкий шрифт всегда нормально выглядит. Когда вы выступаете с экрана, особенно если это какая-то очень большая аудитория, с последних рядов совершенно легко кто-то может просто физически не разглядеть какие-то мелкие шрифты. В этом плане, кстати говоря, вот с последнего ряда насколько хорошо читабельно то, что на экране? Нормально, да? Ну, значит, угадал. Хорошо. Потому что я тоже варьировал количество информации на экране со шрифтом, понятно, больше слов, все это будет более мелко. Есть, кстати говоря, еще один такой совет про 30 слов на экране. Вот один из тренингов, который я слышал по теме презентации, вот там прям была такая рекомендация, очень простой тест. Хотите делать такой более-менее, ну, скажем так, в большинстве случаев удачный формат? 30 слов на экране, исключая союзы предлоги. Если вы уложились, скорее всего, у вас правильный слайд из точки зрения размера шрифтов, из точки зрения вот его восприятия, и вы кратко изложили свою мысль, в общем, вы сразу попадаете в целую кучу таких вот рекомендаций, которые обычно звучат. При печати возникает еще дополнительное требование качества картинок. Наверняка вы все встречали презентации, которую распечатываешь, а там все такими квадратиками. Ну, сразу первое ощущение, которое возникает, непрофессионально подготовить. Понятно, что, наверное, большинство из нас ищут картинки в Гугле, и картинки, которые могут подойти к тому слайду, который мы хотим сделать, ну, и всегда большой выбор. Так вот здесь просто очень важно, не знаю, ну, либо сразу фильтр поставить, чтобы как минимум там есть в Google поиске такой средний-большие, да, либо даже, может быть, на уровне разрешения картинки сразу как-то выбрать. Слишком большие тоже не надо, потому что тогда у вас презентация становится огромной, там, 20-50 мегабайт, и непонятно, как ее потом по почте отправлять. Начинаются обратные задачи, надо как-то это все там сжать. Поэтому здесь нужна такая необходимая разумность. Если немножко в цифрах принято измерять в DPI качество картинок, вот, например, для презентации, которая будет с экрана читаться, достаточно считать 96 DPI, даже 72. Если вы будете ее печатать, ну, как правило, тогда уже 150, это, ну, наверное, нижний порог, все-таки, наверное, лучше там около 300. Современные принтеры чуть даже больше дают разрешение, но 300 – это достаточно для того, чтобы вот визуально распечатанный слайд смотрелся симпатично, у вас не раздражало, что там какое-то такое вот низкое качество изображения. Структура презентации. Есть такое правило. Трех расскажи. Расскажи, о чем ты будешь говорить. Расскажи это. И в конце, ну, фактически, такое подведение итогов некое самое. Как правило, именно в таком случае аудитория наиболее лучше потом может воспроизвести, ну, как бы о чем была речь, это лучше усваивается в голове. Мы, ну, так по правде говоря, тоже не всегда этому следуем, хотя на самом деле это абсолютно не сложно. Наверное, это просто вопрос какого-то такого навыка, тренировки, наработки, потому что понятно, что это не к вопросу даже слайдов, потому что, ну, будет очень странно, если вы фактически сделаете об одном и том же слайды три раза, пусть там немножко в разном объеме. Это, конечно, уже больше про то, как вы презентуете сам контент. Рассказывайте историю. Историю всегда интереснее слушать, чем просто какую-то последовательность тезисов и фактов. Представьте себе, не знаю, возьмем, допустим, сказку о рыбаке и рыбке. И вот представьте, если бы вы ее слушали не в том формате, как мы ее привыкли слушать, когда, казалось бы, абсолютно простая сказка, но, в принципе, звучит интересно. А если бы вам это презентовали примерно так, что есть история, главная мораль которой, что не надо гоняться сразу за всем и сразу. В этой истории излагается последовательность событий, которые замыкаются в круг, приводя участников истории к тому, с чего они начали. И вот дальше вот такой вот бред. Ну, первое, вообще непонятно, чего хочет спикер сказать. Хотя, казалось бы, ну, я же все про сказку. То есть вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, потому что вы знаете эту сказку. Но вот если вы приходите, первый раз слушаете какой-то материал, и вам примерно в таком ключе начинают выдавать информацию и факты, вам очень тяжело будет в уме сложить это в какую-то складную историю. Поэтому это работа спикера. Изложить все в какой-то последовательности таких вот интересных мыслей, тезисов, которые складываются во что-то такое очень понятное, логичное для аудитории. Дальше. Есть такая рекомендация, которая... Это не аксиома. Я про то, что каждый слайд, это законченная мысль. Это не аксиома. Но в большинстве случаев это хорошо работает. Почему? Если вы на одном слайде соберете несколько мыслей, у вас не происходит переключения, вы фактически не даете аудитории вот такую вот какую-то отсечку, что вот с этим разобрались, двигаемся дальше. И очень часто самому слушателю очень непросто вот так вот логически в голове все собрать, когда вот все так очень смешано. С другой стороны, если вы размазали какую-то мысль на несколько слайдов, иногда вроде бы это требуется, потому что информацию надо дать вот разную, ее много, и она на один слайд не умещается, и вы делаете там несколько слайдов про одну и ту же мысль. Тоже очень тяжело, потому что, конечно, большинство людей визуалы, но очень трудно запомнить два предыдущих слайда, чтобы когда ты наконец увидишь третий, в голове это все сложить в какую-то одну понятную картинку. Наверное, когда мы говорим про какие-то там большие, не знаю, таблицы, тот же самый наш ПНЛ и тема встречи, вот надо посмотреть такой материал, наверное, это уместно, но все-таки в большинстве случаев старайтесь, чтобы один слайд это была одна законченная мысль, и формулировка этой мысли, то, что вы хотите сказать, это заголовок слайда. Это самый простой способ провести людей по цепочке, последовательной цепочке мыслей, которую вы хотите донести. Один слайд, одна минута. Вот я не всегда это выдерживаю сейчас, я где-то зависаю чуть больше, где-то чуть быстрее проскакиваю, но в целом хорошо, когда один слайд занимает не более одной минуты, потому что когда это больше, динамика теряется, и аудитория начинает немножко выпадать, очень тяжело удержать внимание. В то же время, когда вы начинаете очень чистить, например, там 15 секунд щелк, 15 секунд щелк, но скорее всего аудитория не будет за вами успевать, потому что как-то нужно, чтобы уложилось в голове. Поэтому когда вы даже готовите материал, есть у вас 10 минут. Готовьте слайдов 5-7. Потому что все равно вы где-то займете, чуть больше зависнете, или вам вопрос зададут, и вы задержитесь. В итоге все равно в среднем тратится больше одной минуты на слайд. Но вот если вы примерно будете делить количество минут на полтора, наверное, это то количество слайдов, которое вам требуется. Ну и как уже затронули, все дополнительные справочные материалы, которые могут понадобиться для обсуждения, готовить надо, но все их приложения для того, чтобы можно было к ним обратиться при необходимости. Плохо, когда этого нет совсем. Вам задают вопрос, вы не готовы ответить, вам не нужно время на подготовку или надо покопаться в компьютере. В этом плане, конечно, гораздо лучше, когда вы можете сразу пролистнуть туда, где есть ответ на возможные вопросы. Следующий очень важный момент. От частного к общему или от общего к частному? Вроде бы тоже вопрос очевидный, но, к сожалению, не всегда мы, наверное, даем на него правильный ответ. И это тоже очень сильно влияет на восприятие, насколько тема для нас была понятна, непонятна. Разберем это на примере динозавра. Представьте себе, что вот вы спец по динозаврам, вы все про них знаете, вы вообще там, не знаю, лучший специалист в археологии, который занимается динозаврами. И вот вы приходите в аудиторию, которая про динозавров не знает ничего. Никогда про них не слышала, ни картинок не видела. И вот вас попросили подготовить доклад, об этом рассказать. Поскольку вы специалист, вы профессионал, вы знаете очень много деталей, вам хочется все эти детали рассказать. Вы начинаете, что там у динозавра есть вот такой-то череп, вот такие-то там глаза, у него очень мощные лапы, но самое главное, еще более мощный хвост. Вот как после, вот раз кусочек, два кусочек, три кусочек, какая картинка собирается у человека в голове? Наверное, какая-то вот такая. Понятно, что вот между вот правильным динозавром и таким динозавром, которого мы объяснили, ну, конечно, общие черты есть, но как-то там не совсем, наверное, то, что мы хотели донести. Вот когда, особенно, наверное, это беда вот таких людей, которые действительно знают очень много деталей, им же хочется поделиться этим, хочется рассказать, им хочется показать, насколько они это все хорошо знают, и вот примерно такое происходит. А в лучшем случае аудитория терпеливо ждет и дают рассказать, в худшем случае начинает перебивать, типа, давай уже там к чему-то ведешь, и, в общем, тоже это, конечно, портит все впечатление. Как быть, если все-таки с одной стороны вам нужно провести от, скажем так, добавляя детали, то есть начиная с чего-то меньшего и все-таки там постепенно добавляя чего-то большего. Ну, вот образно, если это попытаться изобразить, ну, вот может быть вот как-то так. То есть, когда вы не сразу все вываливаете, не всю информацию, но все-таки сначала, поддерживая некий общий образ, даете вот такой скелетик, потом на него добавляете так в кавычках какого-то мяса, и потом это все складывается в какую-то общую картинку. Но по всей последовательности мыслей у аудитории в голове в принципе правильный образ того, о чем вы говорите. Вот как-то так, надеюсь, там аналогия более-менее понятна. Дальше. Есть еще более такие простые, прямо очень конкретно рекомендации по оформлению, о которых сейчас хотелось бы поговорить. Их на самом деле в большом количестве вы можете найти в интернете. Они действительно уже стары как мир. Это тоже такая определенная выжимка, которая мне показалась наиболее адекватной с точки зрения чистоты, что ли, как вот мы с этим сталкиваемся. То есть вот те примеры, которые дальше будут показаны, они, наверное, чаще всего встречаются при подготовке. Дополнительный такой может быть, не знаю, там совет, рекомендация, который хотелось бы в этом месте дать. Сколько мы уже говорим? 30. Ну начали мы чуть позже, где-то примерно полчаса, чуть меньше. Очень тяжело держать аудиторию достаточно длительное время. То есть, как правило, наверное, 10-15 минут это хорошо, потом аудитория начинает выпадать. В телефоны, не знаю, там еще куда-то. Что в этом случае делать? Нужно что-то поменять. Есть несколько таких простых приемов. Это, опять же, наверное, меньше про презентацию, больше про само выступление. Хотя презентация-то тоже можно работать, если вы берете и просто меняете все вот с ног на голову. Были слайды белые, стали черные. Это может работать. Это тоже немножко оживляет. Но еще лучше оживляет, если вы как-то переключите контент. Один из таких советов, можете анекдот рассказать посередине? Аудитория сразу немножко так включается. Или бросить какую-то фразу, которая заставляет любого поднять глаза. Не знаю, там, скажите секс и наркотики, тут же все сразу как-то, чего-чего там, как бы там человек не висел в телефоне, как-то сразу реагирует. И анекдот расскажу. Такой бизнесовый анекдот, но мне кажется, даже с определенной такой долей морали. Значит, гениальный директор когда-то успешной компании приходит к своему товарищу и жалуется. Слушай, говорит, что-то очень плохо идут дела, в компании все разваливается, вот что-то как-то все не работает, не пойму, что делать, может, ты что посоветуешь. Тот подумал, подумал, говорит, знаешь что, у тебя есть годовой отчет? Конечно, есть. Возьми годовой отчет и каждый день, три раза в день обходи все свои помещения, своего офиса. Типа, зачем? Ты, говорит, сделай, а потом через месяц ко мне придешь. Ну, хорошо, может, магия какая, значит. Ходил месяц вот с этим толстенным отчетом по всем помещениям, приходит через месяц к своему товарищу, говорит, слушай, знаешь, все, говорит, как ты заработала, все, говорит, вот там снова как раньше, там все что-то заняты, бегают, что-то делают. Я, говорит, вот одного не пойму. А отчет зачем? Он говорит, для солидности. Ну, морали, я думаю, там вам понятно, да. Не надо отрываться от происходящего на земле. Итак, рекомендации. Я честно вам скажу, что я использовал готовый материал, я его даже нарочно не стал никак переделывать. По двум причинам. Первое. Нет смысла в этом, потому что таких материалов много, здесь нет никакой уникальности. Второе. Ну, из этических самоображений я сохраняю авторство, там как-то просто передирать контент, перерисовывать для того, чтобы это выглядело как свое. Заниматься плагиатом, наверное, неправильно. Поэтому это одна из презентаций, которая, на мой взгляд, с одной стороны достаточно компактная, с другой стороны достаточно емкая с точки зрения тех примеров, которые в ней захватываются. Итак, первое. Делайте всю информацию, которую вы представляете, достаточно большой. Мы уже частично об этом поговорили. Самый простой пример. Вот если все делать вот таким мелким шрифтом, особенно когда это мелкие таблицы, вот с последнего ряда видно, особенно красным цветом. Какую строчку вы видите? Как окулист я сейчас так. С третьего. А? С третьего, да? Ну вот фактически вы здесь видите какой-то шрифт, то есть, наверное, 24-й – это то, с чего надо начинать, когда вы по PowerPoint-е что-то делаете. Шрифт, который у меня фигурирует на предыдущих слайдах, это где-то 22-й, где-то 24-й, но там где-то 22-й, он жирный. Поэтому его достаточно хорошо должно быть видно, ну и, конечно, контраст тоже помогает. Самый простой пример. Отойдите на 2 метра от своего экрана и посмотрите. Это будет очень похоже на то, как потом аудитория, ну вот, например, такого размера, будет видеть ваши слайды на последних рядах. Если вы с 2 метров на своем экране можете спокойно это все прочитать, наверное, все в порядке. Если вы начинаете напрягаться, то, наверное, стоит что-то пересмотреть, информации сделать меньше, но сделать ее чуть более крупной. Следующее. Желательно, чтобы слайды были не перегружены, были достаточно простые. Хотя даже вот в этой презентации, мне кажется, вот этот градиент, он абсолютно лишний. Он не выполняет абсолютно никакой роли, никакого смысла, просто, видимо, автор хотел, чтобы было как-то покрасивше. Как вам такой слайд? Ну, то есть, если вот так вот всего намешать, понятно, что это тоже, ну, даже если информации не так много, большое разнообразие цветов сразу у вас сбивает с толку. Вы не можете понять, о чем это. Вы пытаетесь для себя ответить на вопрос, то ли в этом есть какой-то смысл, начинаете его искать, на самом деле смысла никакого нет, красоту пытались навести. То есть, это немножко сбивает с толку и отключает. Большой набор разных шрифтов. Ну, наверное, тоже ни к чему. Если, опять же, когда-то, особенно на заре появления PowerPoint, это было даже такой фишкой, если ты нашел какой-то интересный шрифт. Ну, слушайте, на сегодняшний день, когда в любом стандартном Windows 200 шрифтов и все уже давно все видели, ну, там нет никакого смысла этим заниматься. Количество линий. Шесть или семь. Шесть линий, семь слов. Вот если перемножить, получается 42. Это чуть больше, чем то, о чем я говорил. Рекомендация про 30 слов. Ну, как я уже сказал, она такая, она не универсальная. Там плюс-минус, конечно, какой-то разбег возможен. Особенно с учетом каких-то вот дополнительных, скажем так, значков, типа там тире, знаки припинания, понятно, тоже не считаются, ну и так далее. Если ваш слайд этому соответствует, намного легче будет его быстро считать и, соответственно, принять тот контент, который вы пытаетесь донести. Следующий пример. Например, когда пишут вот так вот все, сплошняком, ну согласитесь, наверное, ну вроде бы как и слов-то немного, то есть предыдущие требования выполнены, шрифт нормальный, контраст есть, но тяжело. Намного легче читается, когда у вас информация каким-то образом структурируется. Это слишком детально, то есть буквально вот чуть-чуть меняете, делаете более тезисно, структурируете по строчкам, и уже гораздо легче воспринимается информация с экрана. Опять же, вы таким образом можете расставлять акценты, просто структурируя текст по экрану. Следующее, это любимое. Вот у нас все таблицы такие. Вот если вы посмотрите наши презентации, казалось бы, там совет, эта рекомендация, она там стара как мир, но мы до сих пор делаем именно так. На самом деле ответ очень простой. Мы просто из Excel все копируем, не особо переформатируем, поэтому оно так потом и получается. И потом уже, когда делаем, не знаю, пятую, седьмую итерацию прогона, вдруг кто-то говорит, слушайте, зачем нам, типа, давайте, упростите, сделайте цифры короче, понятнее, сделайте, не знаю, там миллионы и так далее. Из каких-то таких советов здесь обычно рекомендуют следующее. Три цифры. Ну, то есть, например, если у вас там 16,1, вот этого достаточно. То есть у вас три знаковых цифры. Если у вас 678, тогда все, что после запятой, можно просто выкинуть. Если у вас один запятая, ну, может быть, стоит оставить еще две, там, 1, 0, 7, если в этом есть какой-то смысл. Иногда бывает, что мы сравниваем вещи, которые если округлить, но они просто начинают быть одинаковыми, тогда вы не можете показать разницу. И вот в этом случае, конечно, детальность следует добавлять, но, как правило, трех знаков достаточно чаще всего. Если у вас цифры разных порядков, то, конечно, не стоит делать здесь два знака после запятой, а здесь один. Это тоже будет смотреться очень плохо. Выберите что-то. Либо уж здесь добавьте один, либо наоборот здесь уберите. В зависимости от того, опять же, насколько нужны вам эти детали с точки зрения донесения того, что вы хотите донести. Ну, вот, согласитесь, гораздо легче воспринимается. Ты сразу беглым взглядом видишь, где больше цифр, где меньше цифр. Не надо всматриваться. Как правило, наверное, этого достаточно для того, чтобы донести до аудитории то, что вы хотите сказать. И как уже раньше прозвучало, если вдруг вам нужна более детальная информация, в бокап. Графики. Не знаю почему, но когда вы вставляете график по умолчанию, в том же самом Powerpoint, он выглядит вот примерно так. Powerpoint существует давно, уже вышло много версий, рекомендации уже давно все озвучены. Чего-то сразу так не сделать. Ну, вот почему-то не сделали. И я лично даже еще и вот эти вот полоски, как правило, убираю. И вот эту шкалу убираю, просто ставля сразу цифры сюда, которые необходимо показать. Потому что если вы этого не делаете, а у вас есть шкала, но вот попытайтесь проанализировать этот график, вы начинаете делать так. Тут сколько? 28 или 29? Ну, допустим, 28. Тут, наверное, где-то там может быть 13, может быть 12 с половиной. И вот вы начинаете тратить время на то, на что время можно было бы не тратить, если бы просто были подписи. И тогда, а если у вас все подписано, вам не нужна вот эта шкала, вам не нужны вот эти линии. Все смотрится намного более просто, лаконично, и самое главное, быстрее все воспринимается. Картинки. Спорная тема. Одна из рекомендаций, что презентация без картинок, это плохая презентация, потому что нет жизни, нет эмоций. Картинки позволяют принести какой-то такой вот, ну, не только красочности, но и эмоциональности. Но здесь надо всегда иметь какую-то грань и не перебарщивать. Особенно не рекомендуется брать картинки, ну, скажем так, заумно скажу, да, из разных клипартов. Вот когда у вас есть разные наборы, значит, то человечки, то тут же смайлики, да, наверное, там смайликов и человечков, вот эти, знаете, человечков таких, там, типа а-ля 3D, да, вот, наверное, мешать не стоит. Либо уж тогда вот одно возьмите, либо второе. Когда вы начинаете все это мешать, ну, может быть, вы развлекаете аудиторию, но, наверное, к вашей цели это не сильно вас продвигает. Звуки. На мой взгляд, если вот очень нужно вам что-то донести, ну, не знаю, какая-то фраза из фильма, вот она вот здесь вот уместна, чтобы как-то так вот оживить аудиторию, там, чтобы сделать какую-то ассоциацию, наверное, лучше сработает, если вы прям вот сделаете вырезанный фрагмент, который все узнают, чем скажете это своими словами. То есть в таких вещах это может быть уместно. Но просто какие-то эффекты озвучки, там, что-то дзынькнуло, бринькнуло и так далее, ну, наверное, это то, что, скажем так, дурной вкус. Поэтому, как правило, все-таки нет. Лучше от этого отказаться по возможности, либо использовать вот, ну, в очень отдельных случаях, когда это более чем уместно. Анимация и вот эти всякие там эффекты вылетело, что-то появилось и так далее. Честно сказать, я ненавижу эффекты, когда вот слайды как-то друг друга там сильно меняют, там еще что-то, ну, потому что ничего, кроме траты времени, на мой взгляд, это не дает. Эта штука была популярна, когда, я уж не помню, там, в Windows 98, по-моему, вышел тогда новый Microsoft Office, и там это все появилось, вот эта вся анимация, это было такое вау, как интересно, да. Это все было там 15-20 лет назад, уже на сегодняшний день никого не удивляет, а наоборот даже как-то, наверное, раздражает. Второй важный момент, когда вы делаете всякие вылетающие фрагменты, а уж тем более вот он вылетел, потом куда-то съехал, потом чем-то заменился, а представьте, что этот слайд потом надо напечатать. Как это будет выглядеть? Это, как правило, такая смесь всего, что просто невозможно. И вам приходится либо делать вторую презентацию, где этого нет, либо там что-то придумывать, переделывать, но в общем ничего, кроме того, что вы добавляете самому себе работы, как правило, это не несет. Еще очень важный момент. Иногда анимация и ее появление может быть уместна, если вы хотите выдавать информацию по частям. То есть вот вам не хочется, чтобы аудитория сразу видела, там вторую, третью, пятую строчки, а вы хотите там, чтобы все шло последовательно, загадки вы загадываете, например. Наверное, это может быть уместно. Единственное, что не попадите здесь в такую засаду. Я в нее несколько раз попадал. Это когда, знаете, допустим, там есть, не знаю, пять пунктов, ты про четыре рассказал, у тебя что-то внутри щекнуло, что все, следующий слайд. Ты говоришь, следующий слайд, и тут подстава вылетает, пятый пункт, про который ты забыл. То есть вам надо очень хорошо владеть своей презентацией, несколько раз ее прогнать, вот именно потренировать, не надеетесь, что вы все вспомните, если у вас есть такие элементы для того, чтобы не попасть в такой просад. Дальше. Чистые слайды. Первое. Когда абсолютно весь текст большими буквами, ну, это читается очень тяжело. Даже в заголовках. Хотя иногда принято в заголовках делать все крупными буквами. Вот у нас сейчас корпоративный шаблон именно такой. Если вы пишете 3-4 слова, наверное, нормально. Но пишите так две строчки, это будет выглядеть ужасно. Это тяжело читается. Поэтому лучше от этого, конечно, отказаться. Когда у вас, ну, скажем так, более привычные, то, что мы привыкли видеть в книгах, это, конечно, гораздо легче воспринимается. Еще один важный момент – это шрифты. Много красивых шрифтов со всякими вот такими загогулинами и так далее. Но когда вы используете не какой-то отдельный символ или слово, а начинаете весь текст делать такими шрифтами, это очень тяжело читается. Гораздо лучше брать абсолютно простые чистые шрифты, которые, ну, скажем так, легче воспринимаются, легче читаются. Даже в книгах, как правило, используется таймс. В принципе, мы к нему привыкли. Наверное, таймс тоже можно использовать и в презентациях. Но если вы сделаете два одинаковых слайда каким-то вот таким прямым шрифтом и таймсом, вы тоже увидите, скорее всего, что прямой шрифт читается легче. Особенно, кстати говоря, в цифрах. Поэтому старайтесь все-таки придерживаться то, что проще воспринимается аудиторией. Ну и когда издалека тоже смотрите, этот эффект тоже есть. То есть вот когда вы начинаете уменьшать, вот такой шрифт начинает загогулинами, раньше начинает плохо читаться, нежели прямые шрифты. Следующее. А ну вот как раз несколько примеров. Вот я сейчас не помню, вот тут есть еще или нет. Вот я сейчас думаю, кликну, а вдруг следующий слайд. То есть вот понимаете, вот не угадал. Ну, собственно, вот это как раз ярко показывает, насколько легче или тяжелее воспринимаются различные варианты. Underline тоже очень сильно мешает. Даже когда вы даете гиперссылку, особенно если вы вдруг рассчитываете, что аудитория ее запишет с экрана, лучше напишите ее простым текстом, уберите подчеркивание. Подчеркивание было придумано для того, когда появился только интернет, когда появились веб-страницы, чтобы вы знали, куда мышкой ткнуть. Вот для этого там когда-то это сделали синим цветом и подчеркивание. Ну, чтобы вы не по всему тексту тыкались там на экране. Это все уже давно не так. На сегодняшний день вы скорее кликните на сайтах, на каких-то картинках. Но вот любой PowerPoint, он по-прежнему будет вам автоматически, когда вы набрали ссылку, делать ее подчеркнутой и синей. Это легко переформатировать. Наверное, лучше сделать. Какая, на ваш взгляд, строчка самая такая легко читаемая? Вторая. Вот это, наверное, тоже ничего. Особенно, если мы хотим сделать какой-то подхайлайтить что-нибудь. Хотя жирный шрифт для этого не очень хорошо подходит. Не всегда понятно, это вот правда выделено или это просто кажется. В этом плане цвет все-таки работает гораздо лучше. Но здесь тоже надо быть аккуратным, чтобы на том слайде не появлялось 5-7 разных цветов. То есть все-таки количество разных цветов, которые вы используете, должно быть ограничено. Цифры. Старая шутка, да, как засунуть слона в холодильник. Открыть холодильник, засунуть слона, закрыть холодильник. Для чего могут быть использованы списки с цифрами. Чем это отличается? Я немножко вперед забегу, там будет пример, когда просто ставят какие-нибудь тире либо точки. В этом тоже можно, ну можно не искать никакого смысла, но можно искать. Когда у вас есть строгая последовательность вещей, которые нельзя менять местами, есть смысл использовать цифровые списки. Когда у вас равнозначный элемент, вы просто перечисляете, никакого нет смысла в том, в какой последовательности показывать, наверное, лучше от цифры отказаться, потому что если вы будете все-таки показывать это таким списком, аудитория начнет искать в этом смысл. А смысла никакого нет. Вы просто зря грузите мозг тех, кто вас слушает. Кстати, а знаете, как жирафа засунуть после этого? Ну да, надо слона сначала вытащить, поэтому теперь уже четыре шага. Дальше двигаемся. Буллеты. Ну, собственно, то, о чем я уже сказал, забегая вперед, когда у вас нет ни приоритетов, ни последовательности, ни иерархии, можно использовать обычные буллеты. Цвета. Когда, ну, первое, понятно, да, контраст очень важен, в принципе, все очевидно. Если вы начинаете писать вот таким вот шрифтом, это очень тяжело читается уже, наверное, даже из каких-то ближних рядов. Лучше, опять же, вот с точки зрения цветов, выбирать цвета не слишком яркие. Ну, вот на мой взгляд, вот это намного более легко читается, чем, допустим, ярко-желтый. Ярко-желтый, он такой бросается в глаза. Его разумно использовать только, если вы хотите сделать какой-то акцент. При этом одни и те же цвета, понятно, в зависимости от фона, начинают совершенно по-разному выглядеть. И в этом плане, особенно, когда вы делаете картинки на фоне, когда у вас простой шаблон, и у вас одна подложка, в принципе, все просто. Вы для себя остановились на каком-то наборе цветов, и у вас, в общем-то, все смотрится складно. Есть такой формат презентации, уверен, вы его видели, когда на фон кладут картинку на весь экран. Понятно, что одну картинку на каждый слайд класть не будешь, кладешь, как правило, разные, и вот тут могут начаться сюрпризы. То, что читалось на предыдущем слайде, не читается на следующем. Вы начинаете играть различными цветами. Использование разных цветов, шрифтов тоже в итоге выглядит как-то не очень хорошо. Постоянно там все куда-то скачет. Поэтому здесь надо быть аккуратным, либо выбирать картинки в какой-то одной тональности, ну, например, темной. То есть вы подбираете там какой-то набор, и это все на каком-то там, не знаю, ночь в том или ином виде. И тогда у вас гораздо легче будет потом выстраиваться цветовая палитра. Вот еще пример, как делать, наверное, не надо, а как делать, наверное, можно. Про картинки. Размер. Картинка должна быть так же хорошо видна. Надо ли заполнять весь экран, это зависит от вашей идеи. Если вы просто хотите показать что-то как пример, ну, вот, наверное, вот так делать не стоит. Ну, потому что издалека уже очень плохо видно, что там имеется в виду, и у вас очень много пустого места. Опять же, там, если вы в этом никакого смысла не видите, ну, лучше сделать как-то так вот среднее такое заполнение, что ли. Ну, собственно, размером вы можете показывать важность тех или иных вещей. Дальше. Если вы хотите сделать какие-то акценты, что вам может помочь? Вариант один. Можно делать вот какими-то такими тиками. Но ни в коем случае надо делать вот так вот. Когда вы делаете, выделяете какой-то один элемент, а все понятно, это акцент. Все одинаково, и здесь немножко по-другому. Когда вы начинаете делать вот какой-то набор, тут уже непонятно, это вот к чему, что хотел автор этим сказать. То ли просто значки разные перебирал, то ли в этом есть какой-то тайный смысл, вы опять же грузите мозг. А слушатель начинает искать в этом какой-то смысл. Цвета. Если вы хотите выделить какое-то слово, иногда бывает очень часто цифру надо выделить. То есть вы хотите, формулируя какую-то мысль, сделать акцент на цифре. Ну, не знаю, там, продажи выросли на 200%. Вот 200 хочется сделать. Это можно сделать, на самом деле, чуть большим шрифтом. Для цифр это смотрится нормально. Для слов это смотрится плохо. Слова так коряло начинают выглядеть. А цифру сделать чуть большим шрифтом запросто. И цвет. Однако, опять же, не надо пытаться делать вот такую радугу, потому что это забивает с толку. Опять же, становится непонятным, что тут важно, что не важно, и какой в этом смысл, опять же, вы грузите аудиторию. Наверное, там правило используете не более трех цветов, оно более чем уместно в таких случаях. Surprise, как это названо на этом слайде. Я такие вещи, честно сказать, не люблю, потому что они, первое, закрывают весь другой текст. Они, может быть, уместны, когда вы используете анимацию, не было, появилось, но, опять же, тогда не забывайте, как это будет выглядеть, если вдруг этот слайд будут печатать. Это может выглядеть очень коряло. А уж тем более вот так вот не надо делать. Ну, то есть иногда, вот особенно, опять же, там, наверное, на заре появления Powerpoint, когда все эти фишки появлялись, это было интересно, здорово. На сегодняшний день в хороших презентациях, как правило, такие эффекты, такие вот фигуры уже никто не использует. В завершении этой части несколько правил, я напомню. Первое. Размер шрифтов, размер текста. Чтобы все выглядело достаточно просто и чисто. И выглядело… Вот видите, я опять попался вот на эту анимацию. Я сейчас жалею, что я ее не удалил, потому что, поскольку эта презентация не моя, я, честно скажу, что я ее содрал, я не всегда помню, на каком слайде сколько пунктов. И в итоге, вот видите, периодически прокалываюсь. Хотя, казалось бы, я эту презентацию перед вот сегодняшним днем, я ее раза, наверное, три или четыре полностью пролистывал. Но, как видите, не сильно помогло. Вот. Возвращаемся к моему формату. Вредные советы. То, что, казалось бы, иногда даже звучит позитивно, но на самом деле так лучше не делать. И, по-моему, даже вот когда мы переписывались в Java, там кто-то, ну, что-то вот так немножко замахнулся на эту тему, но ведь хочется сделать все как-то там вот красиво, такой вау. Вот часто можно заметить стремление, когда тот, кто делает презентацию, пытается использовать, ну, вот все, что можно использовать, все, что он умеет. Вот умеет он делать анимацию на слайдах, вот там будет анимация. Умеет он там, не знаю, какие-нибудь влетающие картинки делать, будут влетающие картинки. Не надо этого делать. Напомню простое правило. Каждый раз сверяйтесь. Вот то, что вы сейчас сделали, оно вас продвигает к цели или нет? Если честный ответ, что вы просто хотели показать, что вы умеете, наверное, лучше там от этого отказаться. Дальше. Цифры должны быть максимально точными. Это пример про таблицу. Вот тоже иногда, особенно люди, которые в деталях, ну, как же так? Тут же важны там пять знаков после запятой. Это вам важно или аудитории важно? Задайте себе вопрос. Скорее всего, аудитории по барабану. А уж тем более, если для того, чтобы донести вашу мысль трех цифр достаточно, ограничивайте себя. Таблица должна отвечать на любые возможные вопросы. Отсюда появляются вот такие тяжелые слайды, когда автор вроде бы из благих побуждений, а вдруг будут вопросы, я же сразу смогу показать. Вообще пытался все на слайд вынести. В итоге мелко, непонятно, ну, в общем, и все то, о чем мы уже говорили частично. Как уже обсуждали, для этого есть бокап. Каждый слайд должен содержать полную картинку, пусть даже информация повторяется. Это к тому, что иногда вы можете увидеть, когда вот излагается какая-то последовательность, да, и на каждом следующем слайде автор материала вам либо напоминает, либо, не знаю, это вставлено в шаблон, либо что-то еще. Ну, короче, по сути дела об одном и том же говорится там много-много раз. Вы уже это все поняли, там, не знаю, у вас уже это даже в голове отложилось, но все равно это продолжает идти по всему материалу. Ну, во-первых, это может восприниматься как некое неуважение к аудитории, ну, мы что, тупые, что ли, ты нам одно и то же там под уже там 10 минут талдычишь. А второе, ну, это просто занимает место, это отнимает у вас пространство для того, чтобы показывать то, что вы хотите показать. Дальше, вот нарочно так сформулировал. Текст должен формулироваться полными понятными предложениями, чтобы избежать разных интерпретаций и максимально точно донести мысль. Вот очень часто именно так и делают. Вроде тоже из благих побуждений, но чтобы сразу все было понятно, потому что если я напишу это в два раза короче, а вдруг аудитория что-то по-другому как-то это воспримет, тут, наверное, сразу стоит вернуться к вопросу про формат презентации. Если вы будете это докладывать, не нужны вот такие предложения, вы это все скажете устно. Если вы будете отправлять по почте и презентация будет смотреться без вас, возможно, да, это может быть уместно, если действительно краткая формулировка создает какие-то интерпретации и может быть неверно трактована. Поэтому, наверное, здесь нету какого-то универсального совета, смотрите, исходя из того, как это будет использоваться. Для интересной презентации нужно много веселых ярких картинок. Возвращаемся к вопросу цели. Вы аудиторию развлекать хотите или мысль донести? Если картинка работает на вашу мысль, конечно, она должна быть, она уместна. Но если это начинает превращаться просто в желание сделать красивую красочную презентацию, в итоге это может оказаться перебор, особенно когда картинки, на самом деле, кроме того, что они яркие, веселые, другого смысла в них нет. Иногда такие примеры тоже встречаются. Ну и вот про анимацию уже говорили, тоже есть желание показывать информацию строгой последовательности, поэтому анимация на каждом слайде, засада, которая из этого возникает, я вам сегодня на своем примере явно продемонстрировал. Я не нарочно, я реально попадался. Заключение. Помните правила. Скажи, о чем ты будешь говорить, скажи это, скажи, о чем ты рассказал. Первое. Что самое главное, когда вы готовите материал? Это, конечно же, структурированные истории, ключевые мысли. И вообще по-хорошему нужно садиться рисовать презентацию только тогда, когда у вас в любом виде сформулирована очень простая последовательность мыслей, которую вы хотите донести до аудитории. И если каждая мысль, правда, превращается в один слайд, у вас уже есть заголовки, у вас есть структура, и дальше наполнить эти слайды каким-то контентом, это занимает очень немного времени. Обычно самая распространенная ошибка это когда люди начинают сразу рисовать и уделяют слишком много времени, может быть, визуализации. Когда вроде бы все нарисовали, и им не нравится контент, они начинают переделывать структуру, потом опять приходится переделывать визуализацию, в общем, в итоге получается гораздо больше итераций, чем могло бы быть. Меньше текста лучше. Вот на этом слайде 50 слов. Сейчас найдется тот, кто начнет считать, я уверен. Я говорил вам про 30. То есть, согласитесь, это, наверное, смотрелось бы даже чуть лучше. И можно было сделать меньше, если, допустим, брать вот этот вот вывод, оставить только вот это. То есть, в принципе, это абсолютно возможно. Как вы видите, 30 слов более чем достаточно, чтобы донести достаточно много мыслей. Эффективная презентация – это всегда короткая презентация. Вот на мой взгляд, оптимальные форматы, я для себя всегда пытаюсь стартовать именно с этого количества 5-7 слайдов. Если я не могу изложить мысли в 5-7 слайдов, это значит, я что-то сам не до конца для себя понимаю. Это не считая бокапа. Конечно же, мы очень часто делаем дополнительные материалы, и там может быть у вас еще хоть 10 слайдов, бога ради. Но вот ключевое, что вы пытаетесь рассказать, всегда стараетесь уложить в какой-то очень компактный размер. Ну и как правило, в жизни, это вот сейчас у меня тут целый час, я могу даже, наверное, немножко затянуть, и никуда вы не денетесь, будете слушать. Но на практике, когда мы говорим про бизнес, презентации, конечно же, времени всегда очень мало. Больше жизни. Такая вот общая фраза. Это и про спикера, и про выступления, и про, собственно, ваши слайды, про все. И даже к вопросу, рассказывайте историю. И к вопросу, какие вы приводите примеры. Вы знаете, когда тоже есть такой совет, он немножко не про презентацию, а больше, наверное, про публичное выступление. Если вы не знаете, о чем рассказывать, рассказывайте про себя. Ничто так не торкает и не цепляет аудиторию, чем та искренность, которую может позволить себе спикер рассказывать какие-то свои личные истории. Сразу начинают слушать. Вот когда ты рассказываешь что-то там отвлеченное, особенно какие-нибудь цитаты из книг, это скучно, это никому не интересно. Чаще рассказывать историю из жизни, особенно если она уместна, всем сразу любопытно, что у нее там случилось. И тут особо-то даже придумывать же не надо. У каждого из нас, я не знаю, там, истории из жизни вагон самых разных и смешных, и, не знаю, там, может быть, не совсем радостных, и таких эмоциональных. Поэтому не знаете, о чем рассказывать, рассказывайте про себя. Вы всегда благодаря этому удержите аудиторию. Анимация, видеозвук только в особых случаях. Уже говорил. Ну и завершающие мысли здесь. Если вы можете кратко сформулировать цель и ключевые мысли, 30-60 минут вам потребуется на визуализацию. Не 2-3 дня, как это часто бывает, а достаточно, ну там, гораздо более короткое время. Если у вас времени уходит гораздо больше, скорее всего, у вас нет вот этой четкой последовательности мысли, которую надо донести. Ну и из дополнительных материалов. Я сегодня не раз затрагивал тематику публичных выступлений. Это немножко другая история. И вот из того, что я бы, наверное, мог порекомендовать, на мой взгляд, это было бы очень хорошим дополнением, это есть такой видеокурс, который достаточно уже, скажем так, старый, но за последние годы ничего нового никто не придумал. Вот один из бизнес-тренеров, на мой взгляд, который очень так интересно, понятно, но в то же время с жаткой кратой умеет рассказывать про эту тему, это Радислав Гондопас. У него этот видеокурс есть в интернет-магазине, но я уверен, что вы найдете много способов, как найти этот видеокурс, потому что он уже давно, там, сто раз был распространен. Кроме этого, у него есть на YouTube свой канал, где он регулярно выкладывает какие-то свои выступления, интервью, записи с тренингов. Если вот вам эта тема интересна, он, конечно, сейчас больше говорит про тему лидерства и все, что с этим связано, а не про публичные выступления. Он с этого когда-то давно начинал. Ну, в общем, там очень много такого интересного материала, абсолютно бесплатно, но в то же время от очень такого интересного спикера. Вот, на мой взгляд, Радислав – это один из таких успешных ораторов, который умеет держать аудиторию часами и даже днями. Вот по этой ссылке вы можете найти, там есть такая PDF, в которой более 200 примеров различных слайдов. Но все-таки, поскольку мы говорим про презентации, про оформление и так далее, просто как некий такой пример, я не призываю вас ни в коем случае это использовать как шаблон, да это и не получится, потому что там не PowerPoint, а там PDF, но если только сами перерисуете. Но там просто очень много таких форматов, которые, ну вот, более-менее считаются удачными. Если у вас какой-то такой кризис идей, и чтобы вот как это все визуализировать, ну, можете там взять эту PDF-ку, просто пролистать, возможно, какой-то слайд даст вам какие-то идеи, как это можно оформить. Ну и Google вам в помощь, собственно. Материалов на эту тему, как я уже сказал, очень много. Тема стара как мир, и если вам хочется посмотреть, какие-то другие советы, рекомендации, их реально очень много, опять же, универсальных советов, как я говорил в самом начале, нет. Каждый раз это такой уникальный продукт творчества, и поэтому только вам решать, собственно, как это должно выглядеть. Все, спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Значит, у меня такой вопрос. Очень интересная моя презентация, но в основном здесь общие рекомендации, общие подходы. А вы не могли бы, вот, допустим, эту презентацию поделить на две части, на одной половинке дать эти общие подходы, а рядом примером, например, сделать презентацию по операционному блоку и в качестве примера показывать, какие ошибки допускает обычно во время презентации. Например, вы бы вот так сделали, но это вот неправильно, это неправильно, а надо было вот так. У меня была такая мысль. Взять действительно несколько наших корпоративных презентаций, которые мы обычно делаем, и буквально, что он занимается там, раскритиковать, разнести в пух и прах, какие мы ошибки обычно допускаем. Мы их, конечно же, допускаем. Наверняка вы ловили себя на мысли, вот, слушая и глядя на примеры, что вот вроде бы там очевидная рекомендация, а мы же все равно ей не следуем. Вроде почему? Да и я на самом деле очень часто, когда уже потом смотрю материал… Алишер, пожалуйста, на мюд, да. Ага, спасибо. Вот, и я, честно говоря, когда уже какой-то материал, на мой взгляд, подготовил, и вот все, я готов его показывать. Иногда, когда уже показываю, иногда, когда с кем-то обсуждаю, тоже ловлю себя на том, что каким-то элементарным вещам, оказывается, там не следовал. Иногда у меня и пять знаков после запятой на слайдах, может быть, и просто как-то не обратил на это внимание, потому что глаз замыливать или что-то еще. Вот, поэтому у меня была, конечно, такая идея, но, к сожалению, это потребовало бы, наверное, еще, не знаю, у меня месяц на подготовку, поэтому я не стал так делать, и, на мой взгляд, ну, глядя на те слайды, которые вы видите на наших презентациях, ну, на самом деле, мне кажется, многие вещи для вас абсолютно очевидны. Опять же, вот эту работу любой, кто готовит презентацию, о чем вы говорите, то есть взять живой пример, взять рекомендации, посмотреть, что неправильно, можно проделать самостоятельно. Пусть это будет домашним заданием, хорошо? Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. Александр, спасибо вам огромное. Очень интересная презентация. Я бы хотела немножко поподробнее спросить, узнать про «Расскажите сказку». То есть не сухой комментарий, а «Расскажите сказку». Можно понять, что это такое, что это значит? На самом деле я вот не умею. Я бы хотела вот этому сказать. Это тоже, наверное, чуть больше к теме публичных выступлений, не к материалу. Материал здесь в этом плане, конечно, уже вторичен. Когда вы рассказываете некую складную историю, в которой есть начало, в которой есть, как это обычно положено в книгах, какая-то там завязка, кульминация, развязка и все такое, вам гораздо легче удержать внимание аудитории, что, наверное, особенно критично, когда у вас достаточно длинные выступления. На самом деле даже 15 минут может оказаться длинным выступлением, если вы доносите какую-то очень сложную тему. И вам нужно какими-то, ну, я не знаю, там, может быть, аналогиями, примерами, упрощая то, что вы пытаетесь сказать, все-таки суметь аудиторию провести вот по тому пути и к той цели, которую вы себе ставите. И вот если это делать просто, как я уже говорил, набором фактов, ну, кто-то, может быть, кому тема изначально была интересна, напряжется и вместе с вами этот путь пройдет, а кто-то может выпасть посередине пути. И вот когда вы пытаетесь это все дело превратить в какую-то такую storyline, это гораздо лучше работает. Гораздо большая часть аудитории пройдет с вами этот путь, собственно, там до конца, не выпав из внимания. Здесь очень тяжело, наверное, дать вот прям какой-то еще более конкретный ответ, если вы его ждете. Ну, то есть, не знаю, там, алгоритм рассказать, как это делать. К сожалению, нет алгоритма. Как я уже говорил, там, каждое выступление, каждая презентация – это такой вот уникальный продукт творчества. Какую вы возьмете историю? Это может быть не обязательно сказка, это может быть история из жизни, это может быть, я не знаю, вот есть такой формат выступлений, который, наверное, часто можно встретить, ну, в форме семинара, когда вас учат какой-то теме, берут какой-то известный труд, ну, допустим, я не знаю, по менеджменту, да, и фактически вас ведут вот по тому, как это было заложено в книге, и, собственно, тогда для вас эта книга является вот, ну, опорой выстраивания этой самой storyline. Ну, тогда, конечно, и аудитория должна понимать, что вы тут не развлекать пришли, а задача этого мероприятия – это фактически вот обучение, там, по какой-то теме, на базе трудов, там, не знаю, таких-таких-то авторов и так далее, и так далее. Поэтому, как быть конкретно в каждом случае, ну, вот, ну, не смогу я вам еще более детально ответить, уж так, извините, что вот очень общими словами. Да, пожалуйста, у нас в зале есть вопрос. Как вы боретесь с волнением при подвещении выступления? Никак. Кстати говоря, я сейчас вас немножко попробую заинтриговать, вот в курсе Гондопаса об этом есть целый раздел, что делать с волнением. Я, может быть, так тезисно перескажу, а если вам это, правда, интересно, ну, посмотрите, по-моему, весь курс занимает часа полтора, и он сформирован на базе тренингов, которые Радислав вел много лет. Это тоже некая такая вот выжимка, как вот весь контент, который, в том числе, и по обратной связи от аудитории у него сложился, он потом выложил видеокурс. Он это сделал, когда уже, на самом деле, перестал вести тренинги по публичным выступлениям. Это был какой-то финальный аккорд для того, чтобы там многолетний труд не пропал. И вот о чем там говорится? Ну, я уверен, что не только он об этом говорит, потому что, опять же, здесь очень тяжело претендовать на то, что ты владеешь каким-то уникальным знанием, секретом. Нет, об этом очень многие спикеры говорят. С волнением бороться не надо. Что такое волнение? Это повышенный адреналин в крови. Что такое адреналин в крови? У вас раза в два быстрее работает мозг, чем у аудитории. Отсюда очень часто, и это, кстати говоря, обратная сторона, может быть, не совсем хорошая, у вас соображалка быстро работает, у вас ускоряется темп речи. И вот это не всегда хорошо, потому что иногда надо умышленно темп речи снижать, чтобы аудитория за вами успевала. Если вы начинаете просто тараторить, иногда невозможно понять, что человек хочет сказать. Вот он что-то там говорит, 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 вы уже мысли потеряли, вам повернутся на 5 минут назад, но никто не вернется. И вот тут в этом плане спикеру, конечно, надо тоже держать такой самоконтроль. Низкий темп речи, очень низкий. Ну, наверняка, я не знаю, были у вас такие преподаватели в университетах или нет. Вот у меня был один такой, он приходил, открывал книжку и начинал. Сегодня мы поговорим... Представляете, полтора часа. Там не то, что уснешь, измучишься весь. То есть нужен какой-то баланс. Еще из... Я так немножко в сторону ушел, сейчас вернусь. Еще из рекомендаций касаемо темпа речи рекомендуют менять. Вот лучше всего держать аудиторию, когда вы постоянно что-то меняете. Меняете интонацию, меняете темп речи. Чтобы не было вот чего-то, к чему можно привыкнуть, чтобы не было какой-то монотонности. У вас, не знаю, там что-то на слайдах по-другому становится. Ну то есть вот чем больше изменений в процессе, тем больше шансов, что аудитория не выпадет. Возвращаясь к волнению. Волнение на самом деле ваше союзнику. Обычно, когда вы практикуете, и вам приходится регулярно выступать, это выглядит примерно так. На входе волнение есть всегда. То есть вы начинаете всегда так, немножко будучи таким взбудораженным. Надо просто принять для себя, что это хорошо. Значит, в тонусе мозг соображает. У спикера мозг должен работать быстрее, чем у аудитории, если у него будет работать мозг так же, как у аудитории. Но аудитория же все-таки, как правило, это большее количество человек. Ты просто не сможешь следить за аудиторией, если у тебя нет вот этого эффекта. И волнение как-то сходит на нет буквально после первых пары минут выступлений. То есть если вы выходите с темой, которая вам самому интересна, вам интересно об этом рассказывать, вы чувствуете позитивный фидбэк от аудитории, что аудитория, это тоже интересно, на второй минуте вы перестанете чувствовать вот этот вот мандраж. Оно само куда-то уйдет. Вы просто будете чувствовать какой-то такой подъем, вам будет хотеть больше, 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 и все будет в порядке. Абсолютно та же самая история при выступлении на сцене. Я не знаю, вот если кто в каких-нибудь КВНах и так далее выступал, стоишь за сценой, блин, текст забыл, ничего не знаю. Выходишь туда, если тебе нравится то, чем ты занимаешься, ты ловишь кураж, и все поперло. И откуда-то сразу текст в памяти возник, и делается все как надо, без ошибок, даже если на репетиции такие были, ну и так далее. Возможно, вы частично уже ответили, но может быть у вас что-то есть добавить. Александр, спасибо. Скажите, что вы делаете, чтобы вернуть интерес аудитории, если он был утерян, и что вы делаете с участниками, которые постоянно глядят в телефон? Есть разные способы, в зависимости опять же от формата. Начнем с такого, наверное, самого простого. Если вот кто-то смотрит в телефон, ну можно просто обратить внимание человека, слушай, ну если тебе неинтересно, ты-то доставь нас, пожалуйста, не мешай. Это такой, наверное, любимый формат каких-нибудь преподов в ВУЗе, которые вот тех, кто мешает, выставляют. Это, наверное, самое простое, нечего думать просто так вот, что называется, там одного выгнал, все остальные сразу телефоны отложили. Но это, конечно, не самый такой вот умелый, наверное, способ. Особенно в бизнес-среде, если ты выступаешь перед decision-мейкерами, это им неинтересно, выступать надо, что тогда делать? Наверное, хорошо иметь какие-то заготовленные фишки, которые могут оживить. Это, опять же, это может быть… Ну, анекдот, наверное, не всегда уместен, поэтому анекдоты можно рассказывать, но когда тема позволяет. Наверное, какие-то интересные кейсы. Ну, не знаю, допустим, какую взять тему. Вот у нас последний мастер-класс был про Customer Experience Management, да, там Виталий выступал. Выступая по этой теме, что могло бы резко вернуть интерес аудитории? Пример из жизни какой-нибудь. То есть пусть даже это не предполагалось в материале и в этой самой storyline. Но если чувствуете, что интерес там пропал, а вот был у меня звонок, и вот начинает какая-то другая история, которая так немножко разрушает, может быть, вот эту монотонность материала, и про реальные истории, вот про, помните, совет, да, больше жизни люди всегда с гораздо большим интересом слушают, чем про какой-то такой методичный материал. Но иногда и скучные вещи приходится рассказывать, поэтому нужно как-то вот тогда уметь вплетать в них вот что-то такое интересное, чтобы поддерживать. Это, не знаю, насколько удачная аналогия, сериал. Как сделать так, чтобы много серий, но смотрели постоянно. Постоянно нужно заворачивать интригу. То есть одна развязка произошла, тут же завязывается новая. Конец предыдущей серии должен быть обязательно какой-то такой, чтобы вот, а что дальше. Но вот в принципе эту аналогию, наверное, как-то можно и к слайдам применять. То есть заканчивайте слайд, а аудитории должен быть интересен следующий слайд. Это тоже может быть частью выступления, если вы, допустим, отвечая на какие-то вопросы, в конце формулируете вопрос, ответ на который будет на следующем слайде. То есть это все, что вы придумаете, любой подход может быть уместен. Но опять же, зависит, конечно, от аудитории. Более универсальных таких, более точных ответов нет. А вы насколько часто вовлекаете аудиторию именно в вашу презентацию? Нет правила. Иногда вовлекаю, иногда нет. А скорее, если попытаться так вот обратным отчетом статистику какую-то собрать, скорее редко вовлекаю. Ну почему? Потому что обычно все-таки наш формат выступлений, ну такие бизнес-презентации, и вот мы вернулись с защитой бюджета. Наверное, было бы не очень уместно, если бы мы где-то там по ходу своей защиты начали какой-то интерактивчик такой, да, там с членами штаб-квартиры. Вот. Ну просто сам формат не совсем уместен. А уж тем более, когда у тебя буквально там 5-10 минут, ну что-то такое интерактивное, да, это просто не приплетешь. Поэтому, исходя из этого, все-таки чаще всего у тебя очень короткое время, тебе надо все успеть изложить, и это выглядит как такой спринт. Ты быстро-быстро-быстро там пробежался, как-то кратко показал, в конце есть возможность обсудить ответы на вопросы. Ну либо если что-то заинтересовало, тебя прервали. А вот какие-то такие вот вклинить интересности, типа там история, анекдоты и так далее, это, наверное, скорее для такого вот формата вот марафона, когда вот надо аудиторию держать долго, и вот тогда нужно что-то периодически менять, иначе аудитория выпадает. То есть в некоторых суть это все-таки уместно? В некоторых уместно, в некоторых неуместно, да. Опять же, здесь нет какого-то правила. Ну потому что, ну это как представьте, ну невозможно же, допустим, в скульптуре, в художестве загнать все в какие-то жесткие правила. Нет, там есть, конечно, какие-то базовые навыки, как рисовать картины, да, что там пропорции соблюдать и так далее, этому, конечно, учат. Но все, что дальше этого, это абсолютно там твой творческий продукт, ты можешь все что угодно, ты можешь любые краски намешать. Так и здесь примерно. Вот есть, может быть, какие-то сложившиеся правила, например, для бизнес-формата, но это не означает, что надо всегда этому следовать. Могут быть какие-то отступления. Помните наш последний форум лидеров? Что мы там только не делали, да? Там, не знаю, игра, кто хочет стать миллионером, помните, да, в таком формате, чтобы держать интерес аудитории. А ролики мы делали тоже. Немножко-немножко слайдов показал, а потом видео. Ну то есть вот, ну, все может быть уместно, если это правильно как-то вот скарпановать. Вопрос онлайна. Ну, может быть, тоже что-то есть добавить. Александр, добрый день. Можно ли сказать, что презентация вот сейчас в современном виде, она незаменима для новых идей? Или можно сказать, что ее можно заменить уже вполне сжатым докладом по проделанной работе или достигнутым результатам? Или все-таки презентация, яркая презентация, она по-прежнему важна? Я бы расширил термин презентации, я бы не воспринимал под презентацией ей, только вот что-то нарисованное в PowerPoint. Презентация – это скорее вот выступление с какими-то подготовленными материалами. Даже сегодня вы наверняка можете найти, вот, ну, вы знаете, есть такой ресурс TED, где выступают очень там на разные темы, разные спикеры, начиная от каких-то ученых, заканчивая какими-то просто интересными людьми. Есть даже, по-моему, такая книжка о презентации в стиле TED, если я правильно помню, да? Вот посмотрите там, как выступают люди. Вы там найдете самое большое разнообразие форматов, от самых, может быть, привычных со слайдами и кликером до там флипчартов, которые, казалось бы, уже там позавчерашний день, и просто хождению по сцене. И даже те, кто просто ходит по сцене без каких-то красивых картинок, у некоторых получается очень так вот держать аудиторию, не оторвешься, что называется, там 15 минут, даже когда смотришь это не вживую, а в экране, все равно ты слушаешь, от начала до конца невозможно оторваться, потому что там интересный спикер, потому что интересная тема, умел рассказывать и так далее, и так далее. Поэтому здесь, опять же, нет какого-то неправильно говорить, что вот это умерло, а вот это вот более уникально. Кстати говоря, был очень интересный вопрос в Java по поводу видеороликов. А может быть, видеороликами все заменить? Для интернет-формата, особенно если вам надо что-то направить по почте, наверное, это очень хороший формат, когда вы делаете какой-то видеоролик, который нажал play, и все, и, пожалуйста, информация в тебя сама идет. То есть даже слайды листать не надо. Это, наверное, там хорошая находка. Можно ли такое использовать в таком формате? Ну, представьте, я сколько бы времени готовил часовой ролик. И что бы это такое было? Я бы столько мультиков, конечно, не нарисовал. И тогда либо это было что-то такое, вот там, не знаю, в 5 минут, а дольше ролик вы смотреть не будете. Почему YouTube изначально пошел по формату коротких роликов? Ну, потому что никто в интернете часовые ролики не смотрит. Потому что интернет и все, что с ним связано, с таким видеосмотрением, это вот там, я не знаю, 5 минут максимум. Если там ролик минут 10, вы уже наверняка начинаете перематывать. Вам скорее хочется посмотреть, что в конце. И то есть надо просто понимать, что, допустим, вот этот формат, он уместен для какого-то очень сжатого и короткого. Какой-то короткой формы. Ну да, сейчас такой термин поменялся, липовое мышление, когда информация народу нарезается буквально частями, частями, короткими. И вот в этом формате народу... Это еще один формат, еще один новый формат, который стал возможен благодаря технологии. Но это нисколько не отменяет предыдущий формат. Александр, я думаю, давайте заключительный вопрос. 17.29 уже от Адилбекова, Жамарта. Александр, как вы видите презентацию будущего? Что, по вашему мнению, будет кардинально изменено? С точки зрения формата выступления, я видел одну презентацию, где уже пытались использовать, например, какие-нибудь там голограммы и так далее. Вот это, если вы хотите чем-то там аудиторию как-то вау удивить, наверное, такие вещи будут добавляться как некие элементы, которые добавляют эмоции, добавляют вот этого какого-то вау-впечатления, что ли, по итогам. Наверное, вот такие вещи они будут привноситься. Но ничто, никогда, никакая технология все-таки не заменит хорошего спикера. Потому что если тема неинтересная, спикер неинтересный, какие бы он красивые там вещи не делал, ну вы скажете, было прикольно было. Ну все. Но опять же, тогда цель, скорее всего, будет не достигнута. Если вы хотите аудиторию развлечь, это прошел. Это уж точно там не про презентацию, тем более не про бизнес-презентацию. А вот все-таки намерно там, главное, это то, как спикер доносит всю эту историю. Спасибо. Спасибо вам большое. Надеюсь, было полезно. Спасибо.